Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков. ПАМ-управляющие ФИБА-групп». И с нами сегодня ПАМ-управляющий ФИБА-групп из города Одесса. Алексей Штернкукер, лучший ютрейдер 2016 года. Алексей, добрый день! Добрый день, Игорь, добрый день, коллеги! Ваш эфир по золоту был встречен с огромным интересом, поэтому я благодарен вам, что вы согласились подготовить часть вторую. Мы с удовольствием ее ждем. Но давайте сначала посмотрим на ваш ПАМ-счет, как он себя чувствует, какие идеи вы сейчас продвигаете. Пожалуйста, коллеги, статистика Алексея Штернкукера на ПАМ-счете. 164% в моменте. Видим, что 12 инвесторов у Алексея, 6077 долларов в капитале. У него 5 сделок открыто, которые плюсуют 246 долларов в плюсе. Алексей, что это за сделки? Те же, которые были неделю назад, или что-то новое? И какой дальнейший план? Ну, это золото добавилось, вот так же добавилось кукуруза на шорт и пшеница на шорт. В принципе, больше никаких нету. В ожидании еще у меня рынок мексиканский песо, но там чуть-чуть нужно подождать коррекцию, и будем с ним поработать. А золото, я даже, если так сказать, я просто, я уже там трехдневный стоп, по трехдневным барам стоп тяну. Я уже без убыток поставил, а эмоционально, чтобы не закрыться, лишь не раз видеть. Цель стоит, я просто даже не включаю золото. Я понял. Алексей, а золото, вы не сказали в начале, когда говорили о золоте, куда вы его купили-то, вверх-вниз? Ну, если у нас импульс на фарме был вверх, и цена закрылась вверх, я же всем рассказывал, значит, покупаем за час до закрытия. Алексей, ну, это ж надо было запомнить, что импульс на фарме был вверх. А мы, кстати, на следующий день и не посмотрели, куда он был. Вот я что-то не помню, это что мы обсуждали. Я понял вас, вы купили, и теперь будете держать, ну, вы говорили, что импульс может действовать в месяц. Я так понимаю, где-то до месяца вы и планируете держать золото. Да. Я понял. Ясненько, ясненько. Можно держать вообще до следующих лонфармов. Это, знаешь, в следующий четверг следующего месяца можно смело держать. Но там, как обычно, бывает цена чуть-чуть уже хуже. Вероятнее всего, уже в это время была там неделю назад еще лучше цена, выше, конечно. Я понял. Ну, то есть, в конце текущего месяца продать и не прогадаешь, скажем так. Не-не-не. Ясно. Поняли вас, Алексей, спасибо. Ну что, давайте посмотрим вашу презентацию. Золото, часть вторая. Нет, это как раз не по золоту будет. Это касалось презентации той, я указал, что сезонность, которая работает. И как с ней работать, ни разу еще никогда не показывал. И просто из-за того, что возникло очень много вопросов у людей, я решил, как бы сказать, ответить на эти вопросы в этой презентации и рассказать про эту сезонность. Как я с ней работаю, где ее взять. То есть, у нас сегодня тема сезонность, часть вторая, а не золото само по себе. Понятно. Да. Все отлично. Давайте. То есть, мы сконцентрируемся на одном из эпизодов той презентации, сезонность, поскольку по ней было больше всего вопросов. Понятно. Все отлично. Давайте тогда посмотрим. А мы еще не видим. А вот сейчас увидели. Все видим отлично. Ну, давайте начнем тогда. Давайте. Вообще, прежде чем начать рассказывать про сезонность, нужно некоторые точки подвести. И я решил рассказать то, что я уже никогда не делаю. И, в принципе, то, что я вам не советую делать. Ну, в принципе, тут те темы, которые будут вам мешать зарабатывать. Ну, и немногие объяснения этим явлением мы, в принципе, сейчас все рассмотрим. Ясно. Только я хочу уточнить. Вы будете рассматривать то, чего не делать, а потом то, чего делать. Правильно? Да, да, да. То, что уже не актуально, то, что нужно изменить в вашей системе и к чему нужно стремиться. Для многих сейчас сезонность, которую в конце будем показывать на практике, будет просто как некое чудо, которое они никогда не видели и никогда не знали. Но перед тем, как подвести вас к этой сезонности, потому что 99, наверное, процентов присутствующих вообще о многих вещах никогда не подозревали и никогда не знали, что это и существует в рынке. Просто для них тот, кто продвигает эти брокеры, как бы скажем, или там еще кто, не выносится на общее обозрение, никто этому не учит и вроде как никто не собирается учить этому. Все работают по одной навязанной системе, как бы сказать, брокера или там людей, которые нашли там связь закономерности и этому в принципе способствуют. Но перед тем, как начать, вот я и хотел рассказать то, что ну не нужно сначала делать, то, что уже уходит на второй план. Как бы говоря, люди пили шампанское, завтра они уже все не пьют, его пьют мартини. Вот к этому миру нужно уметь адаптироваться и понимать, где в какой среде вы находите. Как трейдеры мы должны постоянно думать. Это как с математикой. Математика абсолютно, но когда она применяется к несовершенному миру, она становится инструментом и просто дает больше ясности и понимания несовершенства рынка. Пожалуйста, никогда не забывайте, что прежде всего спекуляция это тоже так же и мышление. Если вы не можете думать или по крайней мере не способны находить правильные ответы, я бы искал другое восприменение для своих сил. А также касается тех, кто всегда ищет Грааль. Проблема начинается вот с этого поиска, человек начинает скакать туда, сюда и тому подобного. Это будет ему всегда вредить и мешать и скорее всего никогда ничему не научится. Перейдем на следующий слайд. Долго подзагружается что-то у меня. Два самых больших источника плохой информации это так называемые консультанты и авторы. Такие как я впрочем, которые постоянно рассказывают о том, что существует экстремальный медвежий, постоянные тенденции понижения. И вы люди, как бы говоря, начинаете верить в то, что где-то существует абсолютная совершенная система. что существует идеальный точный рисунок непорядок и структуры рынка, особенно тех, кто изучает структуру, касаемую внутри дня. Это два больших мифа о спекуляции. Да, бывают времена, когда на рынке присутствуют медвежьи настроения, но есть целое стадо писателей, которые обычно неплохо живут, например, потворствовать мраку и внесению настроения обреченности, вещая об очередном крахе или каком-то тренде, прямо начиная завтрашнего дня. Я знаю этих людей, вы знаете этих людей. Одни из них постоянные медведи и наоборот, есть бессрочные быки, которые видят только солнечный свет. У них никогда не бывают дождливой погоды, они опасны в не меньшей степени. В рынке должна быть постоянная готовность к адаптации, а от таких гуроаналитиков вы должны вовремя развернуться и не работать с замороженными прогнозами будущего. Существует огромный рынок инвесторов, боящихся будущего или на самом деле верящих, что все быстро развалится. В примере долго далеко ходить не надо. Все знают, как напугали в начале 2015 года, в конце 2014 года с доллар-рубль населения. Все массово побежали скупать доллары. В итоге купили по самым худшим ценам, они ничего не заработали. все меняется по сути, но даже самое беглое изучение истории установит один доминирующий факт. Состояние человека и многое в жизни постоянно улучшается. Конечно, есть некоторые спады, но взлетов намного больше, так что учитывайте света. Перейдем к следующему слайду. У меня почему-то долго обновляется. Алексей, это у вас, у нас идет все быстро, за секунду, так что все отлично. А, ну хорошо тогда. Торговля в космосе. Существует еще одна разновидность, это космонавты. Вообще, вот эту маленькую статью, я немножко ее переделал, ее написал человек, который 50 лет изучал рынки, торговал и зарабатывал. Это космонавты, он их так назвал, которые убеждены, что есть объяснение для каждого рыночного хая или лоу. Движение на каждый тик вверх или вниз полностью объяснимо, и как правило, они жестко расплачиваются за это заблуждение. Меня, да, и вас постоянно окружают такие товарищи. Эти люди имеют некоторый послужной список успеха, типа конкурс и что-то нечто подобное. Они могут объяснить задним числом все движения в предыдущих колебаниях, все события, которые имели место в прошлом. Как правило, такие объяснения основаны на хорошей дозе зрелищности в сочетании с отдельными выигрышными сделками небольшого количества бахвальства и агрессивной рекламы. Это не мое мнение, это факты. Чем больше времени или я или вы проведете в космическом пространстве этой толпы, тем больше убыточных сделок вы увидите, в то время как их объяснения о прошлом были блестящими. Их прогнозы на будущее исполнялись не чаще одного из двадцати. И естественно, именно о сбывшихся прогнозах они хвастаются во всех своих рекламных объявлениях и даже не брезгуют хвалиться сделками своих учеников. здесь нет ничего реального. Тот факт, что они жестко промазали в прошлом не останавливает их от новых и новых предсказаний будущего. Их прогнозы не имеют никакого отношения к зарабатыванию денег и правильности. Мифы это единственное, что они могут предъявить в качестве доказательства их прошлого. Ключевая проблема в том, что тезис «все, что может произойти, уже было когда-нибудь, заставляя вас отбросить страх и поставить свои сделки на этот тезис». Они сосредоточатся на том, что в действительности происходит на рынке. Если ваше внимание сосредоточено на рынке, на том, что происходит настоящий момент, а не на убеждении, то цены должны сделать некоторые вещи. Ваши шансы на успех будут стремительно расти. Перейдем к следующему слайду. Не существует идеальные торговые системы, их никогда не было, нет и никогда не будет. Но я думаю, что это такое нужно с каждым запомнить, чтобы даже у меня нет четкой системы для каждого, для всех единых инструментов, для каждого одно, для чего-то другое используем. Если бы такая идеальная вещь существовала, то это означало бы, что рынки не содержат в получаемых входах. Кто-то другой же нашел бы магическое решение, владел бы большей частью свободного мира к настоящему времени. В реальности рынки имеют высокую степень случайного влияния из-за каких-либо новостей. Именно погоды, прогнозов трейдеров, изменений, даже лучшие трейдеры и фонды банкротятся, и вы должны об этом понимать, что рынки не могут торговаться со 100% механическим подходом. Всегда когда-нибудь что-нибудь меняется. Это нужно сразу выяснить. Пользуясь системой, используйте системы и правила, как ваше преимущество, не позволяйте им управлять вами. Ваше субъективное суждение о рынке не влияет на объективную действительность. Я думаю, вы понимаете смысл этих слов. Например, существуют трейдеры, которые считают, что уровни поддержки и сопротивления являются смыслом их торговли. Мол, цена должна реагировать на лимитные барьеры. Я считаю, что подобное мумозаключение у трейдера обречено провалом. Почему? Так как это торговля вероятностью на подсознательном уровне, а вероятность не имеет подтвержденных факторов. А значит, уровни нужно использовать исключительно в дополнение к торговой системе. Одна главная беда трейдеров – нет веры в себя и в свою систему. Придя на рынок, нужно верить в успех. Самое печальное, что 99 людей в корне не верят в собственные формулировки, естественно, и результат нулевой или настолько незначительный, что вызывает состояние глубокой депрессии. Сложно поверить в реалистичность обладания богат, если по факту имеешь работу заработной платы 500 тысяч долларов или примерно такой же депозит. Вспомните историю любого человека, который добился огромных успехов в определенной области. Ни капли сомнений или отчаяния, только глубокая вера в достижение поставленной цели. При этом начинания свершались с нулевого результата, где не было прямых предпосылок для богатства. Теперь вы понимаете, что трейдинг не является в этом плане исключением из правил. Нужно верить, верить в то, что вы можете и работать над этим, чтобы чего-то наверное у вас получилось. Вот эта картинка, которую вы сейчас увидите, это внимательность. Вам нужно найти на этой картинке кота в течение одной минуты. Я думаю, там Игорь потом выложит у себя на сайте, потому что здесь очень много будет потом полезного идти, как в теорию практики. И смысл надо вам найти на этой картинке кота. И вот после того, как вы вас нашли, премьерзительное время вы оценили и перед вами возникнет заключение. Если вы найдете за 10 секунд, то скорее всего вы сможете зарабатывать на любом рынке. Вы внимательный человек, вы обращаете на детали быстро, очень быстро у вас это получается. Если вы нашли за 30 секунд, то скорее всего вы освоите за год только один или два инструмента. Если вы нашли за 45-60 секунд, то скорее всего вам будет тяжело даваться трейдинг, на мой это могут уйти годы. А если вы вообще не увидели этого кота в течение одной минуты, то трейдинг это не ваша профессия, вам нужно поменять сферу деятельности, изучать, стать инвестором или там начать зарабатывать роботами. Подводим дальше. Перед вами бездна торговых методов, которых я вот ее вкинул в бездну. Мы все сейчас кратко быстро рассмотрим. Теория или безиндикаторный подход, торговля интродэй и пресс-экшн это уже неэффективно на многих рынках. И я постараюсь вкратце очень быстро бегло рассказать почему, потому что это бездна, которая затягивает всех трейдеров туда, куда не нужна. Начнем у нас будет последних четыре слайда и начнем к сезонности. Начнем бездна торговля. Неправильно думать, что график может сказать вам о том, что произойдет в будущем. Если бы это имело место быть, множество богатых графистов было бы в рынке. Но это же не так. Я думаю, что вы должны это понимать. Следующее. торговля интродэй и движение денег. Интродэй большинство людей не понимают, в чем причина их финансовых проблем, потому что они понятия не имеют о том, как движутся деньги. Их ошибка заключается в том, что они ждут движения всегда или почти всегда. Торгуют только вероятность, не используют математические индикаторы, не смотрят дневные графики и не пользуются биржевыми отчетами. А время движения денежного потока зависит от времени года, от отчетов компании, от закупок стран урожая или сырья. Это все сезонность или циклы. На рынке США, например, четыре раза в год наступает период, когда американские компании публикуют свою квартальную финансовую отчетность. Это очень сильно влияет на индекс США, на облигации. это время, которое нужно учитывать. И таких событий очень много. Принципы price-section. Торговля осталась существовать 3-5 лет. Объясню, почему. Перед вами рынок золота 2010 год слева находится. И вы видите, что подсвечено, это очень крупный объем. Вы видите, что он просто там отсутствует. когда появляется крупный объем, мы видим, что крупный игрок защищает свою позицию, он не дает цене вести. Он сразу же отводит. И рынок текущего года 2017 золота, вы посмотрите, он не имеет уже логики. Рынок просто напичкан деньгами, а это говорит о том, что крупному игроку, который обладает некой информацией, намного легче найти того лоха, против которому он будет играть. Но что он знает, куда ведет цену? Это связано с тем, что ликвидность все время увеличивается. Вы посмотрите, какой прирост произошел с 2000 года по 2017 год. Он постоянно растет. И с каждым годом, с каждым месяцем, а тем более, если сейчас для многих стран был кризис, и войдет новая эра взлета рынков, переформатирования рынка, так называемый, придет новая ликвидность, и рынок еще увеличится. И вам в Price Action станет еще сложнее. Потому что крупному игроку намного легче найти объем по той, по какой-то цене. А интересно защищать этого дело уже абсолютно другое, потому что он свою ликвидность очень легко замаскировал. Это нужно учитывать. Поэтому Price Action уходит у нас точно так же через пару лет на второй план. Если бы изучали его 4 года назад, у вас будет потрясающий возможно индикатор. Индикаторы за и против. Безиндикаторная торговля, метод трейдинга в Форекс, к которому стремится большинство начинающих трейдеров. И даже идут на подобные курсы. Новички считают, что чем опытный трейдер, тем меньше индикаторов у него на рабочем столе. Я вам еще раз говорю, это бред. И вообще кто вам это сказал? Индикатор это ваш помощник и советчик. Запомните. Индикатор работает на законах математики, а безиндикаторный подход это вероятность. Так что для вас важно? Математический метод или теория вероятности? Я думаю, вы определитесь уже сами. Идем дальше. Поговорим про теорию эллиотов. Суть волны эллиотов. Это чисто психологический прием, который позволяет вам составить для себя ложную картинку рынка. А для психологически неустойчивых людей разволновка это главная необходимость подтвержденная, которая должна им помочь в торговле. Все дело в том, что в волнах эллиота чаще всего используется математическое соотношение, которое можно использовать вообще куда угодно. Например, если у вас есть числа 1, 2, 3, то любое число вы сможете изобразить в виде громадного множества совершенно различных сумм этих трех чисел. То есть фактически подогнать под эту сумму любое движение. Но мало кто об этом задумывается. Многие новички, люди, что называют верующими, начинают верить в волны слишком сильно. И вот тогда это уже приносит немалый вред для торговли, поскольку такие люди чаще выбирают только одну единственную разволновку и начинают в нее веровать. Особенно это вредно, когда у них эта разволновочка очень глобальная такая, которой они будут всегда придерживаться. Еще один важный момент. В волну или чаще всего верят люди с нелогическим сознанием, то есть те, кто не может составить 20 разволновок и просто посчитать на истории, чем это все заканчивается. Такие люди чаще всего ищут оправдание метода, оправдывая это то, что, мол, пошло куда-то не туда, или они не увидели и не заметили, но всегда они скажут, что был какой-то гуру, который это обязательно увидел и увидел правильно. Большинство людей с логическим сознанием смотрят на эту теорию непродолжительное время очень быстро и они забывают, как они на работоспособны. Так что если хотите проверить работоспособность волны эллиота, просто зайдите на рисунки эллиотщикам, где они постоянно рисуют раб в волновочке, возьмите последние 30-40 на истории и просто посчитайте, насколько они сбылись. Это то, что я повторяю постоянно. Если хотите понять, как что-то работает, не надо верить, всегда проверяйте, посчитайте, это же нетрудно. Пускай это займет ваше какое-то небольшое продолжительное время, зато для себя определитесь. Из всех качеств, которые должны развивать себе трейдер, стремление к совершенству должно быть самым последним. Да, такие небольшие сбросы делаю. Цитат. Теперь уже перейдем непосредственно к сезонности. я вас подвел к тому, что нужно все проверять, чем работать, чем не работать. Мои заключения это мои заключения, ваши это будут ваши. При анализе ситуации на форесе в биржевых рынках в учет берутся самые разные факторы. Одной из категорий является таких причин, которые пускаются из вида многими трейдерами, выступают сезонность рынка. Понимание влияния этих моментов можно значительно улучшить свой трейдер, но только при условии, что источник данных будет надежен, так как это залог использования подобной информации на практике. Если задуматься, то влияние сезонности люди чувствуют всегда. Так почему же финансовый сектор должен стать исключением? Если попробовать дать простое разъяснение этому термину, то можно сказать, что это некое предсказуемое время, которое привязано к определенным временам года и склонно повторяться. А это позволяет рассчитывать на использование статистических данных своих интересов. Найти примеры сезонности повседневной жизни совершенно нетрудно. Примеры все знают, что цветы продаются на 8 марта, а офисные товары в преддверии сентября. А те, кто торгует продуктом и питание, ждут новогодних праздников, когда люди массу скупают еду для своих праздничных столов. Это все в принципе сезонность. И подобные ситуации происходят и на Форексе. Как известно, основным воротилами выступают крупные банки и другие солидные финансовые организации. И здесь, несмотря на то, что сам Форекс не регулируется, можно найти предсказуемые факты. Они связаны с тем, что живые участники вынуждены подчиняться предписаны для всех компаний законом. Сводите подавать бухгалтерскую отчетность к определенным временным периодам. И это все нужно уметь учитывать. Многие спекулянты, приступая к анализу ситуации на рынке, используют фундаментальный анализ или технический анализ, либо же пользуются ими в паре, отдавая большое предпочтение тому или иному типу. Но мало кто осознает, что сезонность имеет немаловажную роль, а чаще люди вообще никогда о ней не слышали. Изучение и правильно использование различных типов анализов рынка помогает достичь долгожданного и стабильного профита, а анализ сезонных тенденций на Форест обязан быть в персонале каждого трейдера. Нужно это учитывать. Причина формирования торговых моделей. Любая сезонная модель на рынке подчиняется объективным экономическим законом. Когда цена отличит точку баланса под воздействием спроса и предложения? Взять пример мяса. Продавцы и заготовщики хорошо знают, что спрос на него растет в холодное время года, отстребляя больше закусок и горячих блюд. Летом спрос на мясо знакомерно падает, так как на столы попадает больше свежих овощей и фруктов. Соответственно цена на мясо достигает пика в январе и, оскори бывает, к июлю. Пример с 2017 года достиг пика и упал благополучно. Сезонная тенденция, которая постоянно в принципе повторяется. И вот еще одна прекрасная торговая идея для рынка товаров служит сезонное изменение на кофе. Согласно статистике, этот напиток больше всего принимает зимой, а с приходом весны объем продаж начинает падать. Добавок ко всему следует понимать, что первые сборы кофейных плантаций производят с приходом лета в июне. На момент дозревания урожая поставщики кофейных зерен склонны избавляться от ранее сделанных запасов, для чего в мае поставочные фьючерсы на кофе становятся ненужным товаром, который активно дешевеет. Соответственно продажа фьючерса на кофе в начале весны стабильно приносит прибыль из-за фактора сезонности в тренде. Подомано в мае как ненужный товар перед новым урожаем его просто продают быстренько его скидывают. На финансовых рынках трейдинге на форекс сезонность представляет собой легкую спрогнозированную с опорой на время года статистическую модель и поведение в рынках. Например, отмечено, что с 2000 года к маю доллар падает, а затем начинает укрепляться. То же самое наблюдалось и в паре доллар. Только здесь значительное снижение достигалось к августу, а затем котировки восстанавливались. Эта модель прекрасно себя работала и отрабатывала 8 лет подряд, но затем сильнейшие экономические потрясения изменили ее. Тем не менее, на протяжении довольно долгого времени можно было неплохо зарабатывать, зная об этой особенности. Как видно, главная проблема при использовании сезонных моделей рынка на форекс заключается в том, что в отличие от товарных бирж здесь нет возможности пересы на реальные данные о финансовых активах и приходится ориентироваться на исторические закономерности и они очень хорошо работают. Вот загружается. Роль американской валюты. Но не секрет, что американский доллар выступает как бы общепризнанной мировой валютой и в его курс входит отражение каждой значимой валюты в мире. Поэтому нужно учитывать корреляцию доллара и следить за его сезонностями и за его развитием. Это связано со всеми абсолютно рынками. Ниже приведены два основных фактора, которые всегда находятся в зоне отображения на курсе американской валюты. Итак, распадение спроса предложения сырьевых товаров под влиянием сезонности связаны со спецификой их получения и торгов на товарных рынках. К моменту закрытия календарного года на американских биржевых площадках происходит ликвидация открытых позиций а в преддверии рождественских праздников, так как в этот момент корпорации подводят свои итоги финансовой работы и для точности отчетов они временно прекращают свою деятельность. В то же время сразу же после праздников торги активируются, приходит новая ликвидность. В этот момент всегда люди ожидают загрузку рынка и новые тренды, которые начинаются с февраля с марта. Посмотрите на рынок, как все происходит. Не трудно представить, какое влияние на доллар оказывает, к примеру, ликвидация также позиций игроками. Обязательно нужно отслеживать сезонность и в трейдинге, так как это дает неоспоримые преимущества. Но мы еще перейдем к практике, у нас еще есть время. Трейдеры в массе своей являются предверженцами технического либо фундаментального анализа. с опорой на сезонность можно разделить эти две группы аналитических факторов, дав им такое небольшое определение. Как известно, в техническом анализе изучаются новые модели и тренды, опираясь на выявленные закономерности. Причем многие технические подразумевают графический анализ, хотя на самом деле он всегда часть лишь технического. Фундаментальный анализ по своей природе больше учитывать внимание причинам, влияющим на спрос и предложения, чем на ценовые графики. Теперь, выходит из вышесказанной, можно определить, что сезонность как некий вид анализа, который объясняет как технический, так и фундаментальный фактор. Так как баланс между всяким сомнениями по своей природе относится к фундаментальным факторам, так как баланс между спросом и предложением должен измениться в течение календарного года. Это подтверждается проведенными выше примерами. Удивительно, что цены на мясо, кофе зависят от фундаментальных факторов, опирающихся на погоду, рожа, объем производства и других. Глобально в основе лежит извечный спрос, закон, предложения, спроса, баланс которых находит мгновенное отражение в семье. Но можно определить сезонность из позиций технического анализа, так как фактически трейдер может выявить изменения спроса и предложений через повторяющие одинаковые ценовые графические модели. Вспомнив, что именно поиск закономерностей и постоянно повторяющихся фигур относятся к отличительной черте теханализа. Поэтому цикличность поведения цены под влиянием сезонных факторов вполне может выступать в роли основного элемента в графическом прогнозировании. И это все нужно учитывать. Фундаментальный анализ не дает нам точной информации о сроках начала движения на рынок. Мы должны это точно так же понимать. Поэтому фундамент просто говорит нам, что рынок находится под жестким контролем либо спроса, либо предложения. Но фактически взрыв цен может занять некоторое время по разным причинам. Поэтому изучив фундаментальные факты, я принимаю окончательные решения уже исключительно на основе техническом анализе. Этот подход, который лучше всего работает, когда речь идет о торговле, на бирже, на форекс, на товарах, на любом рынке в принципе. В отличие от фундаментального технического анализа, при сезонном прогнозировании не существует какого-то верного и неверного торгового подхода. Здесь каждый трейдер на основании данных сам разрабатывает стратегию входа и выхода с учетом своих возможностей, предпочтений, целей и прочего. При использовании этого вида анализа в своем трейдинге важно лишь не забывать о следующих вещах. Первое. Для опоры на сезоны всегда следует проверять факты, убеждаясь в их надежности, так как на рынке любят манипулировать мнениями, толпой и всякой информацией на эту тему приводят к знакомству с хорошими торговыми возможностями. При торговле с опорой на сезонность данной всегда нужно дополнительно ориентироваться на технический фундаментальный анализ. В противном случае результат может быть далек от ожидаемого. В работе придерживаются строгих правил и верить в используемую стратегию, так как ее основополагающие законы гарантированным прибыли в случае правильного применения. Для стабильных результатов можно не торговать непосредственно на фьючерсах, а применять, к примеру, биджевые опционы. Использованность сезонности полезна в трейдинге на любом рынке, будь то форес или товарная биджа, так как под влиянием изменения спроса предложений происходит сильное сблик котировок как валют, так и различных товаров. Это нужно все уметь учить. Давайте не будем рассматривать квалификацию трендов, захотите скачать презентацию, потому что время уже идет, нам еще нужно практику показать. Здесь цикл, который существует, годовые, трехгодовые. Я вам лишь покажу небольшую табличку, которая сейчас загрузится. Это мера хронологик важных исторических событий, в которых вы можете работать. Но вы понимаете, что первые два это не то, где мы должны набывать, я их выделил. Беженники это в те циклы, с которыми мы можем очень хорошо поработать. Особенно очень интересны двухлетние, четырехлетние, потому что они президентские и финансовые. А двухлетние это срок продукта, товаров. Другими словами говоря, когда вы покупаете товар в магазине, вам дают гарантию. Два года, в редких случаях дают три. Но если год, это очень редко сейчас, в основном два года три. Поэтому эти сроки основаны не просто так, они основаны на цикле, их нужно учитывать. Ну и конечно же годовой урожайный год, потому что посеяли, вырастили, сохранили, распродали. Это то, что нужно в принципе с этим работать. тут лунный зацепил, я никогда его не изучал, но пример просто привел. Это если хотите разобраться с сезонами, с циклами, это те года, с которыми вы будете работать. Существует также точный метод, грубый метод, мы мы об этом немного сейчас попозже поговорим. Тут уже немножко слайдов. Где можно взять информацию? Первое это исследовательский центр мор. Это готовые работы, которые в принципе там стоят 45 долларов или 39 долларов подписка на месяц, которая покажет вам все абсолютно рынки, валютные фьючерсы, она покажет вам закономерность, сезонность, когда было это постоянно. нельзя брать во внимание, это будет всегда работать. Нужно иметь конечно же свои данные и на свою сезонность как-то оцениваться. Поэтому если хотите что-то начать изучать, начните с центра мор. Сайт на английском языке. Следующая это уже платформа Sons Algo. Также в PDF есть ее адрес, вы всегда можете зайти, нажав на нее и посмотреть. Платформа всего 33 доллара в месяц, вы можете самостоятельно исследовать эти рынки, но рынки ограничены только там валютные фьючерсы, больше там ничего нет. Следующая платформа это у нас платформа сделана из топора, одним русским беглецом, который сбежал в Канаду, это Trading Solutions, 100 звезды, еще что-то там. Не мое мнение, мне один человек сказал, кто ее делал, наверное, изучал по учебнику язык программирования. Настолько дырявый дизайн, настолько неудобный подход, действительно сделана платформа из топора, ну и цена этой платформы слишком дешевая для русского пользования. Но платформа рабочеспособная и на ней можно сделать анализ самостоятельно. Готового тут ничего нет, поэтому новичку здесь будет сложно получить какие-то верные данные. А вот скажем сезонный смор вы там найдете сразу же готовое решение. Следующим у нас пойдет Трэд Навигатор. Трэд Навигатор это платформа, которой торгую я, поэтому я буду рекламировать, потому что я ее изучаю. Это программа, которая объединяет вообще все самое лучшее. в ней можно торговать, делать их анализ, сезонность, фундаментальный анализ, акции, фьючерс, опционы, календарные спреды, форекс, вообще все, что есть в этой платформе, это и есть Трэд Навигатор. Это платформа, на которой торгуют профессионалы. Эта платформа вы можете сойти вот сюда, либо по этой ссылке ко мне на сайт и скачать мануалы, они на русском уже языке, я перевел, очень полезно. Также очень много видео скоро появится по работе с Трэд Навигатором. Так что, если решитесь выбирать, кстати, хочу сказать, что встроенные индикаторы по обычной версии, они также присутствуют и она бесплатная вообще. Сезонность, например, присутствует в этой платформе и она бесплатная. Только смотря, какие вы там рынки получите, там данные в основном платные. Если вы хотите вставлять свои индикаторы и либо работать с циклами, то вам нужно покупать платину. Но, опять же, покупать платину не каждый себе может позволить, полторы тысячи долларов стоит, и поэтому многие трейдеры себе не могут позволить, и они торгуют у нас на других рынках. Теперь перейдем непосредственно к исследованию. Перед вами индекс РТС, я его специально взял для качества примера, потому что российский рынок как никто лучше всего отражает постоянные динамики. Перед вами две синих линии. Один год цикл вверху и ниже четырехлетний цикл. Это метод грубый, потому что он построен на неделях. Более точный метод строится на днях, но сначала выявляется грубый метод. И если вы определенно заметите тенденции, вы заметите, что сезонный характер, что на годовом цикле, что на четырехгодовом цикле, имеет в определенное время одну сплошную динамику вниз. И что вы видите в цене? Цена в этот период имеет динамику в этот промежуток точно так же вниз. Когда она идет одновременно вверх, эта динамика на РТС идет вверх. Именно с этой до той даты приблизительно точно так же вниз. Это то, что нужно искать в сезонности и работать с этим. А в другие промежутки рынок изменился, и чтобы подобрать там, нужно использовать некий другой, более точный, скорее всего, метод. Он может быть встроен из более коротких или менее коротких промежуточных циклов, либо использовать вообще просто сезонность на этом участке. И это все исследования, которые вы также сами должны уметь проводить. Также хочу обратить внимание в том, что циклы нужно учитывать, и это необходимо. Обратите внимание, желтое-белое это год, чередуются года. И не каждый год у вас там вверх-вниз. Вы заметите, что года два-три идет вверх, потом идет вниз. Года два вверх, года вниз. В этой точности никогда не будет закономерности. Вы ее, по крайней мере, глазами никогда не найдете. А вот если вы примените к этому моменту сезонность, и вы поймете, вы ожидаете падающий трек, то вы будете подобирать сезонность так, как она должна в этот период работать. И она будет именно так работать, как она работала в те годы, когда рынок падал. Это нужно уметь учитывать, потому что это необходимо в работе. Теперь немного говорим о колебаниях технического анализа. Перед вами технический анализ. Я специально выбрал, здесь не было горизонтальных уровней, просто вы видите теханализ, который бы построил очень много людей. И как вы видите, в верхней точке теханализа сходятся две линии. Да, цена ее размазывает или еще как-то. Многие, конечно, рисуют именно такой график, говорят, что нужно продавать, а определенно уставляет уровень поддержки внизу. Работая с сезонностью, не с циклами, с сезонностью это разные вещи. Вы видите, что сезонность направлена очень сильно вверх. И также обратите внимание, что с февраля месяца, в тот момент, когда еще не произошел пробой, цена двигалась исключительно по сезонности в восходящем тренде. Как это проверяется? Это очень просто. У вас должны совпадать минимумы либо максимумы в ценовых колебаниях, в которых вы работаете. И после этого происходит тенденция. Сезонность показывает, что цена будет расти вплоть до начала мая, а с мая начнется какой-то спар. В этот момент период вы ожидаете, что будет какой-то ожидаемый тренд, и вам не нужно торопиться в него впрыгивать, по крайней мере, играть в противоположную сторону. Где-то местами это не повторяется, а где-то это повторяется. Сезонность, по сути, выявляется за последние пять, десять, пятнадцать лет это всякими исследовательскими центрами. Они нашли этому применение. Но формула сезонности вшита в полформу тренд-навигатор, ее просто никто вам не даст, она доступна только в болт-версии, которую вы можете уже приобрести за 499 долларов, это пожизненная лицензия, кстати. Теперь перейдем к нашему последнему слайду, и давайте перейдем непосредственно уже к практике. Так, смотрю. Так, так, экран видно. В примере доллар-рубль. Как здесь выявить сезонность? Сейчас я вам в принципе покажу очень просто. Давайте сразу же добавим сезонность, включим, вот у меня есть готовые шаблона, закроем, чтобы она вам в принципе не мешала. И добавим то, что у нас в принципе всегда работало, это ваше наблюдение, которое вы будете в принципе замечать. Как здесь это все в принципе работало? Работает это очень простым способом, вот таким вот образом. Вы видите вершинки и низинки на сезонности. Где эта сезонность у вас то совпала, то не совпало, а у нее есть цикл, который будет работать например всегда. Если например взять и заметить такую особенность, что вот эта волна до конца месяца, которая в принципе работает, всегда в это время будет падение в дату. и эта дата будет в принципе чередоваться каждые два месяца. Другими словами, последние вершинки, которые мы будем отмечать, два месяца пропускаем, два месяца ставим. Вот такой вот тенденции. Заметите, что эта повторяющая модель будет работать в принципе всегда. И мы видим с этих моментов, что цена у нас действительно здесь растет, здесь растет, здесь она падает. Каждые два месяца пропускаем, два месяца повторяется. Смотрим вперед, два месяца пропускаем, нас ждет падение по рублю. Вот с этих моментов. А рост начнется лишь столько у нас в далеком здесь падении. Какой-то ожидаемый рост начнется только в июле 20.07.2017 года какой-то можно ждать. Она может вот в этот период расти. Мы этого не знаем, но модель никогда здесь не показывала устойчивость к рынку на протяжении последних 50 лет. Но если мы даже давайте дальше промотаем. Дальше промотаем. Два месяца пропускаем. И вы сейчас заметите, что эта тенденция будет сохраняться и дальше в эти моменты. Никогда не ищите high или low. Я их никогда не ищу, и вы их никогда не найдете. Опять два месяца пропускаем, следующие два месяца. у нас у нас в этой тенденции, которую мы видим, всегда идет какое-то движение. Рост, 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 здесь падение, здесь падение. Эта цикличность работает еще до кризиса. Началась там работа с 2005 годов. И это все примерно в таком виде. Вы можете просто идеально подходить своей рабочей модели и в этом работать. Но давайте рассмотрим, как делаются обычный метод и грубый. Давайте возьмем какую-нибудь валюту. По того, что я готовился, я предлагаю написать кросс, либо валютную пару, которую вы желаете. За исключением евро-доллара, потому что у него нет истории. А нам нужно чем больше истории валюты, приблизительно 30 лет, 25 лет истории нужно, чтобы оценить. Ну вот фунт. Отлично. Давайте возьмем фунт 6b тут у нас фунт. Возьмем фунт. прежде чем начать работать с фунтом, можно выявить два метода. Выявляется в платформе он таким методом. Он сразу же загружается на данную пару, предлагает контракт, предлагает склейку, и мы в принципе выбираем текущий контракт. Внизу у нас есть вкладка сезонности цикла, в которой мы начинаем работать и выявлять закономерность. Нажимаем. Грубый метод будет работа с неделями, но именно в нем выявляются времена, которые показывают, где ждать более существенный возможный рост, либо падение. Ну и берется приблизительный цикл один день, можно взять это в днях, но мы сейчас быстро будем смотреть, поэтому возьмем просто обычный договор. И запускаем. Перед вами в принципе то, что, ну как бы сказать, наверное, ожидаемо. Вы скажете, а что это такое, как с этим работать, я этого ни хрена не понимаю. Все верно, это перед вами все циклы, которые в принципе существуют. Платформа в принципе легко настраивается и все это убирать. Давайте уберем все эти циклы. Нажмем кнопочку в шоу, и у нас появятся все циклы. И теперь перед вами возникает момент, что у нас есть бычий цикл зеленый, и есть медвежий цикл красный. А черное это некое среднее, которое при настройке цикла будет нам показываться по форме трейд-навигатор. Но, как мы видим, здесь тоже многие сразу не понимают. Синя это текущая цена. Мы ее отключим, чтобы она не мешала. и уберем средний цикл. И поставим, чтобы бычий шел снизу, а красный шел снизу, а медвежий шел сверху. Нажимаем галочку, и у нас появляются такие разноправленные чудеса вверх, другая шкала вниз. шкала. Но в этой модели существует одна закономерность, которая в принципе будет работать. Обратите внимание, что если рынок падающий и бычим, он не идеален, у нас нету прямой линейной линии, у нас линии где-то поднимаются, где-то опускаются. И, к примеру, можно заметить, что вот эта тенденция в большом направлении имеет при медвежьем цикле рост и при бычьем имеет рост. Вы понимаете, что в этот отрезок 17.03 по 15.05 присутствует на рынке всегда бычий тренд. И это из истории, которая есть с 80 каких-то годов, в которых есть история на данный инструмент. Мы понимаем, что с 17.03 по 15.05 присутствует медвежий рынок. Но это всего лишь был грубый метод. Если мы будем смотреть, у нас цена будет вот так болтаться. Но она в редких исключениях вот в этот период будет когда-то падать. Но мы можем перейти сейчас на историю 6.b и посмотреть, какого у нас там 17.03 по 5.05 у нас растущий рынок. Переходим смотрим по мая. Вот у нас первый промежуток мая по 5.05 мы видим действительно за этот промежуток времени не было какого-то грандиозного падения, рынок был растущий. Можно отмотать назад, включить опять позапрошлый год. Включаем март 16.0 и 5.0 мая. Вот он. опять же мы в грубом методе действительно не видим грандиозного падения, у нас рынок растущий. Это та закономерность, которая была на протяжении всей истории. Вся история по фунту говорит, что именно в этот период рынки не падали, они большую часть времени росли. Это то, что было, работало и будет работать. Этот метод можно в принципе даже улучшить. Взять например не недельные графики, а дневные. И он нам покажет более точные даты. И эти даты мы уже сможем работать именно непосредственно со всей истории. Мы можем взять историю не всей, а за последние 10 лет либо 15 лет всего лишь вбить в тикер. И он нам покажет сезонную тест-денность за 15, за 10 лет. Например, исследователь с Кимур не использует циклы более 15 лет, он использует за последние 10, 15, 5 лет. И среди них находит закономерности. И с этим по сути работают профессиональные треды. Они выявляют, если мы смотрим, что каждый момент зрелищности в маленьком кусочке рынка вот в этом отражает какой-то рост, здесь растет, здесь. Это будет работать и завтра, потому что это работало на медвежьих и на падающих и на растущих рынках. И вы должны это учитывать для себя. И искать эти тенденции. Другой последний вариант, который можно использовать в сезонности, это очень просто. Например, возьмем иену, фьючерс иену, и как он будет у нас в принципе работать. Добавляем сезонность. Если вы определяете, что тренд у вас растущий, вы работаете в сезонности по низинкам, которые он вам показывает. низинка это ваш край рынка. Следующая низинка это ваш край рынка. Когда они у вас совпадают, вы видите, что действительно рынок внизу, и у вас сезонность внизу, и будет разворот. Так оно и будет происходить. Будете искать более лучшие точки. Когда у вас сезонность, даже пускай она растет, а рынок падает, вы ищите сезонность напротив, наоборот, с верхних точек. Потому что вы работаете по тренду, и у вас больше вероятности будет того, что она будет работать. И где-то если есть общая структура рынка, когда она сильно проваливается, ожидайте этого обязательно. Это может произойти не прямо сейчас, но оно произойдет в течение вот этого спада, который он будет рисовать. Либо прямо с того дня, с который вы будете использовать. В принципе у поняли вас, Алексей. Ну что, я думаю, вопросов было много, мы их уже забрали. Динамик, Алексей, динамик, чуть-чуть, поправьте. Николай, Алексей, может ли флюгер указать будущее направление ветра? Если считать, что ветер это цена, ответ желателен. Может. Может. Всю корок. понял, ясно. Спасибо огромное, Алексей, за вашу очень интересную презентацию сезонности на рынке, за ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Всего доброго, до свидания. До свидания. ясно, авто, до Продолжение следует...